Одним из моих последних заданий была идентификация жертв трагедии 11 сентября. Видя людей, убитых настолько ужасным способом, у меня появилось чувство, что в мире есть настоящее зло. Ни один человек не может быть этим злом сам по себе. Я родился и вырос в Бронксе, Нью-Йорк. Как и любой другой хороший еврейский мальчик, я ходил в еврейскую школу. Мы выходили из школы в три часа, и получалось так, что нам приходилось пробегать мимо этих девочек из католической школы. Они начинали ругаться на нас, обзывали нас и били некоторых мальчиков, и они называли нас христоубийцами. Единственным типом христиан, которых я представлял себе, были католики. Я знал, что католики знают Новый Завет. Это их Библия. Я просто чувствовал, что это очень антисемитская книга. Она не имеет ничего общего с иудаизмом. Во всяком случае, в ней было что-то об избиении и доставании евреев. Такое у меня было понимание, как у маленького ребенка, росшего в Бронксе. Я изучал стоматологию в Нью-Йоркском университете. После выпуска я стал сотрудничать с офисом главного судмедэксперта Нью-Йорка. Я изучил судебную медицину и стоматологию. У меня было четыре значка главного стоматологического консультанта Нью-Йорка, который является очень и очень весовым отличием. Трагедия 9 сентября напомнила мне, что такое работа в офисе судмедэксперта. В этом офисе чувствовалось реальное воплощение зла, и это было ужасно. Но я знал, что следствие идет правильно, что есть хорошая часть, которая противостоит злу, и это, конечно, Бог. Однажды, кроме всего прочего, у меня была пациентка. Она была такой милой и приятной, и мы сразу же поладили. В общем, мы решили с ней жениться и хотели, чтобы у нас была красивая религиозная церемония. Моя жена была воспитана католичкой, и я совсем растерялся касательно того, кто же проведет церемонию. Мой друг сказал мне, есть одна церковь в Верхнем Вестсайде, и пастора в ней зовут Стив Поголов. Хм, Стив Поголов? Имя звучит как-то совсем неепископально. Видимо, Поголов тоже был евреем. Однажды в церкви объявили, что состоит от цикла семинаров, вечерний цикл о еврейском взгляде на Иисуса, который проведет еврей, верующий в Иисуса. И я был заинтригован названием и тем, о чем он собирался говорить, что, знаете, мне очень захотелось пойти и послушать его. И я пошел. И вот я пришел в первый вечер, и приглашенным лектором в тот вечер и в последующие две недели был Боб Мендельсон. Я сказал, вы хотите сказать мне, Боб, поскольку я еврей, а я думаю, что я довольно хороший еврей, я даже честно плачу подоходный налог, я могу сказать это любому, глядя в глаза. Я действительно могу это сделать. Так вот, вы говорите мне, что если я не уверую в этого человека, Иисуса, я не попаду на небеса? Да, вы туда не попадете. Вы должны поверить, что есть только один путь, и этот путь через Иисуса Христа. Ничего себе хуцпа. Что за наглость нужна мне, чтобы сказать это кому-то? А поверить в это — это просто невероятно. Когда я впервые начал читать Новый Завет с ожиданием, что я буду читать эту очень антисемитскую, антиеврейскую книгу, все было наоборот. Я сказал, как кто-то может говорить, что это антисемитская книга. Это очень-очень еврейская книга. Все апостолы, которые, как я думал, были католиками, очевидно, такими не являлись. Они все были еврейскими парнями. Они были похожи на меня. Я был в шоке. Писание указывает только на одного человека. Оно указывает на Иисуса. Я сказал, это воскресение истина. Со всей археологией, всеми технологиями и всем, что у нас есть, никогда ни у кого не было никаких доказательств, что было тело и что тело найдено. И очень и очень трудно избавиться от тела. Итак, если воскресение — истина, тогда и все, что Он сказал — истина. Я не мог уйти от того факта, что таким образом это действительно был Мессия, который был обещан и обещан евреем. И я поверил в это. Я поверил, что Он — Мессия, и позволил Ему войти в мою жизнь, и позволил Ему вести меня. Я пытаюсь, насколько могу, как человек, следовать за Ним. Это всегда нелегко. Я пытаюсь сделать то, что, как мне известно, Христос хотел бы, чтобы я сделал, и что я должен делать. Многие люди не любят правду. Они хотят сохранить статус кво в том, что они узнают, и не допускать, чтобы истина входила в их жизнь и нарушала привычный ее уклад. Без сомнения, я изменился. У меня была склонность ругаться и злиться. Моим детям 26 лет, и они никогда не слышали, как я ругаюсь. Они никогда не слышали, как я ругаюсь. Иисус, мой Господь и мой Мессия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова